Доброго здоровья, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о подарке природы, который в разных культурах называется по-разному, как от нектара бессмертия до слез дьявола. И почему чеснок привлекает внук все медицины и практически, где он растет, он как-то на особом счету. Потому что чеснок это концентрированное тепло, концентрированный огонь, концентрированная жизненная сила, прана, это концентрированный заряд витаминов и микроэлементов. Знаете, вот каждое растение, оно имеет вот свою силу, оно тоже, вот знаете, там в мире растительности тоже есть своя градация. То вот чеснок это как минимум один из королей растительного мира. По восточной, в восточном эпосе есть история, где полубоги борются с демонами. И когда один из демонов захотел выпить нектар бессмертия, ему снесли голову. И вот в сочетании вот этого нектара бессмертия и крови демонов, они упали на землю и появился чеснок. Небольшое отступление творческое, чтобы вы понимали, вообще какое-то сочетание, как вот этическая культура описала. То есть вещество, которое в себе несет как и самые возвышенные, и чистые, и целебные качества, так и какой-то вот именно некий демонический окрас, о котором мы тоже поговорим. И как в аюрведе чеснок рассматривается как сильнодействующее вещество, как сильнодействующее растение. И как у всякого сильнодействующего растения, как есть свой огромный перечень показаний, так же есть и свои противопоказания. И мы тоже сегодня их упомянем. Значит, я расскажу вот, что пишет, знаете, что аллюлит это точная наука, где минимум сентиментом все вот расписано такими простыми вещами. Вот, например, какие свойства куна, качества, какие у чеснока. Он увлажняющий, он масленистый, он тяжелый, он острый, едкий, резкий, сильный, глубоко проникающий, сильный, слегка послабляющий, слизистый, слизкий. Вот в этом описании мы можем понять, что вот какими вот качествами, каким воздействием он будет уже обладать на человека. Потому что все, что мы принимаем, мы принимаем качество, прежде всего, помимо вкуса, который тоже действует на наше здоровье, так же вот и на наше восприятие, так же и потом послевкусие, которое содержится. И чем уникален чеснок, что тут содержится 5 вкусов, тут даже соленый есть, кроме кислого. И поэтому чеснок, он очень хорошо подходит всевозможным блюдам кислым, где вот можно приправить красным, где вот вы можете побрызгать лимончиком и добавить туда чесночка. Значит, во многих духовных традициях чесноку относятся очень осторожно. И лично по себе скажу, что я с ними где-то согласен. Вот знаете, я лет 15 вообще не ел чеснока. Если честно, я об этом жалею, потому что есть периоды времени года, когда это вот нужно. И почему? Потому что вот мне всегда казались вот люди с таким амбре, что вот они агрессивные. И действительно, какое качество к чеснока, он поднимает некую вот агрессивность. Почему? За счет вот своего горячего свойства. И кому вот чеснок надо есть меньше всего, так это людям, которым чаще вот в помещении жарко, которые вот бегут открывать окна, которые вот огненной природой. Пейта тоша по ее виде. И вот люди, которые имеют такую конституцию, им чеснок надо осторожно. Также надо людям осторожно, у которых есть заболевания, которые заканчиваются на Иты. Особенно, если это в пищеварительном тракте. Потому что, прежде всего, чеснок начинает действовать и действует через наше пищеварение. Хотя есть и мази, есть и другие, даже косметические другие средства. Маски с чесноком. Вот. И прежде всего, если у человека присутствуют панкреатиты, гепатиты, гастриты, колиты, то чеснок тогда не рекомендуется. Мы должны понять, что вот это Ит указывает на воспалительный процесс. То есть, это повышение стихии огня. И вот если как чеснок, это концентрированный огонь. То есть, он будет только мешать. Дальше, друзья. То есть, на санскрите он называется лошуна. И есть даже специальные таблетки лошуни-бати. И знаете, вот я вот когда не ел какое-то время чеснок, и своему учителю по вербиде сказал, что он мне порекомендовал в этот период подключить в диету чеснок. Я сказал, ну это ж плохо, он размеялся. Я говорю, ты не переживай, вот твоему сознанию это особо не помешает. Если вот есть его ограничено. Но если кушать его много, то это действительно приводит вот в некое страстное состояние ума. И в конце я дам рецепт, как вот его можно поменять и вкусовым качествам, также и по качествам вот этим гуны. Качествам, которые тонкие, которые тоже влияют на наше сознание. Чем хорош чеснок? То есть, мы сказали про иты, иты, гастриты, панкреатиты, особенно панкреатиты, очень осторожно. Это тоже вот одна из причин, которую я как-то у меня чеснок не воспринимался. Также чеснок не рекомендуется есть летом. То есть, мы должны понять, вот каждому фрукту, овощу, вот свое время года. И вот чеснок, это время как раз вот сейчас, очень хорошо, и зимнее время, уверенно. Для чего хорош чеснок? Это лучший стимулятор пищеварения. То есть, вот смотрите, есть у нас три как бы типа людей. То есть, это вот люди, склонные к накоплению, к, скажем, полноте. Это люди капха, среднего телосложения, люди пита, которые вот деятельные, организаторы, администраторы. И люди вата, это которые больше к худобе, которые вот больше мечутся, и как бы, скажем так, более творческие в каких-то моментах. Ну, вот такие три типа людей. И вот, например, среднему, со средним телосложением чеснок будет именно не очень. То есть, только зимой и только при каких-то застойных явлениях, простудных заболеваниях. То вот, например, для тех, кто склонен к полноте и тех, кто вот склонен к худобе, то есть, чеснок это будет вот такое средство, которое вот лучше всего, вот правильно, чем приготовить. Потому что многих отпугивает этот запах. И я сегодня расскажу, что как вот можно его убрать, вот эти, вот это воздействие, сохранить целебные качества. Есть такой рецепт, это готовить чеснок в масле. И вот мы готовим, мы знаем рецепт и в масляке, но вот мы готовим в масле оливковом. То есть, мы берем какую-то посудину, стеклянную или железную, ложим сколько нам надо чеснока, заливаем это маслом, вот мы в данном случае оливковым маслом, и на 3 часа, на 90 градусов ставим в духовочку. Потом вынимаем, оно естественно охлаждается, и после этого получается вот такое прекрасное, вот такое блюдо, как вот такой десерт, который совершенно не острый. Есть, конечно, легкий запах, но если почистить зубы, то его не чувствуется вообще. Если добавить в масле на рецепт, если туда добавить гарам масла, то это получится вообще такой изысканный соус, вот с такими с восточными яркими нотками, вот. Так что, я как человек, в свое время относившись к чесноку, вот с негативной стороны, вот изучил его, то есть я понимаю то, что это замечательное средство, подарок природы, который мы должны использовать для своего здоровья. Смотри, еще скажу такой рецепт. Например, для увеличения половой силы и для увеличения вот устойчивости, вот жизненной силы, защитных свойств организма, можно несколько зубочков чеснока положить на 24 часа в небольшое количество вина. Вот буквально, чтобы там грамм 50. И вот оно должно постоять где-то в прохладном, закрытом месте, потом чеснок выкидывается и вот это вино выпивается. То есть вот эта традиция есть даже у некоторых средиземноморских народов. Также есть, можно делать и пасту с кунжутным маслом из чеснока, которая используется там и при головных болях, и при многих каких-то простудных заболеваниях, застойных процессов в голове. Также вот, забыл, предостережений у тех, у кого анемия или болезни крови любые, то есть вот чеснок тоже исключается. Вы понимаете, вот не бывает ничего, которое подходит всем. Вот я когда так слышу, то никогда этому не верю, потому что, Элина говорит, каждое сильнодействующее средство для определенного случая. Вот такие... А, для чего полезен чеснок еще? Также вот он питает нервную систему. С одной стороны, вот он увеличивает вот либидо, увеличивает возбудимость. Почему? Потому что у человека есть энергия, которую вот он не сублимирует. Вот вся энергия, она половая. Вот куда мы потом уже направляем ее. А вот чеснок, вот во второй половине жизни, он рекомендуется всем мужчинам. Вот кроме вот этих воспалительных заболеваний, о которых я сказал раньше. То есть много омолаживающих средств в тибетской медицине, в Айрбеих, делаются вот с добавлением чеснока. И также мы знаем даже в магии, чеснок это средство, которое мы отгоняем темные силы. Так что вот кто там говорит, что это что-то нехорошее, это не соответствует истине. Так что, друзья, делайте вот этот прекрасный рецепт. Скажите мне спасибо потом, насколько оно вкусно. Кушайте чеснок, изучайте ее в беду. Будьте здоровы! Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на канал!